Следующий вопрос. Шурут аль-Амил аль-Аз-Закат. Какие условия, каким условиям должен соответствовать сборщик заката? Калебну Кудамов иль-Мугни, сказал ибн Кудамов в своей книге Аль-Мугни. Уамин шарт аль-Амил амьякона балиган акилан аминан. Из условий сборщика заката, чтобы он был половозрелым, то есть взрослым человеком, акилан разумным, то есть что? Не мачнуном, аминан и доверенным, чтобы ему можно было доверять. Лян назалик абарбун минал вилая. Потому что это один из видов управления и один из видов власти. Валь вилая тут уштара, то есть ягадин хисаль. А тот, который владеет чем-либо и властвует над чем-либо, является условием, чтобы он описывался этими качествами. Валь анмаспадия валь мажнун ла кабба ла гума. Также потому что ребенок и сумасшедший не владеют ничем. То есть не могут забрать у кого-то верблюда, так или нет. Валь хаин язгабу бимал аз-зака вайубаи агу аля арбаби ги. Говорит, а что касается того, кому нельзя доверять, то он собирает закат и распределяет не туда, куда надо. Не туда, куда надо. Может быть, ложет себе в карман или раздает своим родственникам и тому подобное. А также условием сборщика заката является то, чтобы он был мусульманином. Вахтар Аз-Ал-Кады нам это мнение выбрал Аль-Кады. Вазака Абул-Хаттабу агайру, а что касается Абул-Хаттаба, то есть Аль-Ханбали, а также других, то они сказали, не обязательно, чтобы человек-сборщик заката был мусульманином. Потому что он всего лишь рабочий, который получает за свою работу зарплату. То есть ты можешь на работу нанять неверующего. Допустим, скопать себе огород или что, построить себе фундамент дома. Можешь нанять неверующего и заплатить ему неги. Можешь. Также, говорит, можно нанять сборщика заката неверующего и платить ему за это зарплату. Поэтому, говорит, разрешено, чтобы этим делом занимался неверующий. Хаджибай Аль-Харач. Так же, как он, как неверующий, собирает что? Джизью. Джизью с кого? С неверующих. Христиан или с иудеев. А что касается имама Ахмада, то от него в этом вопросе два мнения. Халя говорит ибн Кудама. Но мы говорим, что он все равно должен быть мусульманином. Потому что из условий сборщика заката, чтобы ему можно было доверять. По штуре Талагу Алислам. Кашагада. А что? Неверующими нельзя доверять. Так или нет? Поэтому он должен быть мусульманином. Подобно тому, как тот, который дает свидетельство в суде, тоже должен быть мусульманином. А также потому, что сборщик заката имеет власть над теми, у кого он забирает закат. Так или нет? А те, с кого собирают закат, это мусульмане. И получится, что мы дадим власть кому? Неверующим и над мусульманами. А что касается скопать огород, то здесь ты, наоборот, имеешь власть над своим рабочим. Так или нет? Кому, которому ты плачешь зарплату. Поэтому это другой. И хаяц аналогия здесь не является правильной. Поэтому не разрешено давать такую работу неверующему, как и все остальные виды власти. А также потому, что он не может брать из заката. Так или нет? Не можешь брать ничего из заката, поэтому его нельзя ставить сборщиком заката. А также потому, что неверующему нельзя доверять. Знать условия сборщика заката какие? У нас названы четыре условия. А это, чтобы он был совершеннолетним, то есть не ребенком. Чтобы он был разумным, то есть не мажнуным. Чтобы ему можно было доверять, а не тот, который предатель. Так и четвертое, чтобы он был мусульманином. И еще пятое условие, какое мы называли? Чтобы он был, чтобы он не был из семейства пророка, сказал Аллаху али-всаляму. Потому что если он будет из семейства пророка, он не может брать зарплату из заката. Но если он все-таки будет сборщиком заката, то зарплату он не должен брать из заката, но должен получать отдельно из Бейт-Уль-Маль. То есть из общей казны, не из средств заката. Это ясно или нет? Это, иншаллах, ясно. Субханакаллаху мази. Хамди кашаду ла и ла и ла и ла и ла. Сахарулаху мази.